Павел Николаевич, больше всего людей беспокоит сейчас постоянный рост цен на продукты. На продукты и также услуги ЖКХ. Что вы по этому поводу думаете? Во-первых, я думаю, что КПРФ, ее фракция, государственная дема, правильное решение приняла, когда инициировала вопрос по ограничению торговой надбавки. Мы как производители точно видим, что когда мы продаем, например, картошку по 15 или по 10 рублей, в магазинах она появляется и по 40, и по 50. И вот последние данные, а мы же мониторим цены, смотрим, в том числе и потому, что мы сами имеем магазин. Вот вам пример совхоза имени Ленина. Морковь грязная, например, на 24 февраля в наших магазинах, а у нас тут представлен вкус Вилл, Перекресток, Пятерочка и магазин совхоза Ленина. И вот смотрите, во вкус Вилле морковь грязная 55 рублей, в Перекрестке 22, в Пятерочке 19, ну 19 рублей 20 копеек, и у нас 20. То есть фактически, я не знаю, где берет вкус Виллу морковь, но он ее продает гораздо дороже, в два раза дороже, чем совхоза имени Ленина. Перекресток и Пятерочка, поскольку это магазины общедоступные, они держат пока нормальную цену, скажем так. Но зная о том, что оптом морковь продается по 10-12 рублей, понятно, что они все равно в два раза накручивают. Свекла 27 рублей во вкус Вилле, у нас 15 рублей. В Перекрестке 19,90, ну то есть фактически 20. В Пятерочке 18 рублей, 17,50. С картофелем еще интереснее. Картошка в вкус Вилле 39 рублей, в Пятерочке 22,70, 23,90 в Перекрестке, у нас 20. И капуста 27 рублей во вкус Вилле, у нас 16, в Перекрестке 24,90, в Перекрестке 25, и в Пятерочке тоже 17 рублей. То есть видно сразу, что если дает производитель, то он продает гораздо дешевле. И мы об этом неоднократно говорили, что дайте возможность фермерам и всем останьте выйти на рынок, ну именно мелкие магазины, ярмарки и все остальное. У нас сейчас так все забюрократизировано, что фактически производитель не может продавать свою продукцию напрямую потребителю. А вот эти сетевые магазины, покупая по 10-15, сразу накручивают две цены. Об этом и говорили представители фракции КПР, потому что давайте торговые наценки сдержим. Второе. Это надо понимать, что любая экономическая деятельность в любом случае регулируется государством. Все говорят, что вот у нас дикий рынок, рынок все рассудит. Нет, рынок ничего, особенно в рыночных странах, странах с рыночной экономикой, он вообще полностью подвержен регулированию. Почему? Потому что если ты отпускаешь цены, а потом еще не даешь возможности производить нормальную продукцию, душишь производство тарифами, налогами, различными поборами, вот сейчас вот маркировку вводят, там Платон, Меркурий, там куча всяких, помимо налогов еще дополнительных сборов и платежей, то в результате себестоимость продукции становится дорогой, а продажная цена, цена оптовая, значит, и цена на рынках, ну, невозможно ее повышать. Почему? Потому что люди просто начинают меньше покупать. Это и происходит. Когда у тебя, например, два года назад было перепроизводство, и картошка стоила там по 5 рублей килограмм оптом, в рознице она стоила гораздо дороже, это было видно. Но практически производитель ничего не получал, и получал даже минус, потому что это было ниже себестоимости. А вот магазин всегда свою маржу брал, причем очень большую. В результате производители снизили производство, уменьшили общий объем производимой продукции, и еще не урожай. Тогда в результате стала продукция и меньше, а тогда с чем можно заменить недостающую продукцию импортом? А если у тебя курс евро и доллара такой высокий, то, соответственно, импортная продукция приходит по высокой цене. Тогда и отечественные производители начинают цену понимать, ну, почему он более качественную продукцию должен продавать дешевле, чем импортная. Вот это определяет уровень цены. И тогда уже начинает говорить, слушайте, вы понимаете, оптовики продают по такой цене, тогда розница начинает поднимать цену, потому что она привыкла накручивать 100%, а может и 200, и даже иногда 300. И у нее аппетиты огромные. Тогда возникает того, что вроде бы как цена не должна расти, а она растет очень сильно. Правда, есть интересный момент, мы его анализировали. Потому что, когда цена падает в опте, никто не кричит «караул». Ну, это падает и падает, это же хорошо. В рознице цена не падает, потому что какой смысл этим ребятам снижать цену? Это примерно такая же ситуация, как с бензином. При падении цен на нефть стоимость бензина должна падать. Ну, и солярки, естественно. А она во всех странах падает, кроме России. Почему? Это объяснить никто не может. Ну, то есть, можно объяснить это за силе монополиста Роснефти и всех остальных. А на самом деле, эта ситуация очень закономерна для России. Потому что у нас никогда цена не падает. Вот в опте, то есть, то, что меньше получает фермер, никого не интересует, а то, что в магазинах она все остается высокая, это известно всем. А вот дальше возникает другая ситуация. Когда фермер разоряется, когда меньше продукции, цена, естественно, будет расти. А вот тут начинает сразу крик. А, давайте, они там очень хорошо получают. Ну, вы посмотрите, насколько сложнее стало производить. Насколько выросли тарифы на электричество, на солярку, на удобрение, на все остальное. Это реальный механизм уменьшения производства, по сути своей. Дальше, вот мы говорим о том, что еще препоны торговые. Значит, невозможность продать продукцию самим напрямую. А посредник, любой посредник накручивает. Он же не будет бесплатно работать. Огромное количество в России посредников, передачи их. И поэтому, это знаете, как я как-то говорил, подождите, вот рядом школа, мы продаем картофель, допустим, по 12 рублей. А почему в школе-то дети получают картофель по 40? Ну, какой смысл? А мне говорят, муниципальный контракт. Подождите секунду. Муниципальный контракт должен в том числе и от цены зависеть. Но муниципальные контракты пишутся так, что ты отдельно картошку поставить не можешь, а можешь поставить только весь объем, например. В результате получается, что монополист, который имеет там кучу всяких товаров, закупая их, потом поставляет это в школу. У него приоритет. А производитель свое молоко, картошку, овощи, соки поставить в школу не может. Логики нет, но закон такой есть. Поэтому те, кто пишут законы, постановления должны быть ближе к производителям, это понятно. А второе, нужно просто конкретно увеличивать объемы производства. А как их увеличивать? Это такое понятие справедливой цены. Вы считаете себе стоимость такая. Потом говорите, ну слушайте, чтобы фермер не озарился, если даже он дешевле продает, значит из государства наберет и ему надо доплачивать. Это такие рыночные, в рыночных странах такие механизмы существуют. Это американский механизм ценообразования на продукцию. Второй механизм, это конечно поддержка. Можно поддерживать либо малообеспеченные семьи, чтобы они имели деньги на покупку продукции, либо фермеров, которые обеспечивают наличие продукции в торговых сетях. Но никто никогда сами торговые сети ни в одной стране мира не поддерживает. А у нас все время заботятся о том, какая у них будет там маржа. Да какая разница какая. Замените крупные сетевые магазины мелкими. Он говорит, дайте возможность фермерам развиваться не хуже, чем торговые сети. Это знаете, я всегда говорю, вы можете просто посмотреть, какое количество новых магазинов открывается и какое количество новых производств в сельском хозяйстве тоже открывается в этой же стране. И поймете приоритеты. Потому что если много-много магазинов, особенно сетевых, открывается, но фермеры, совхозы и колхозы закрываются, значит кому-то жить стало лучше, тот, кто отрывает больше, и кому-то хуже. В любой банк придите и попробуйте взять кредит, например, на сельхозпроизводство. Вас замучают и не дадут. Но если вы придете сказать, что вы собираетесь открыть магазин сетевой, у них полная преференция, потому что они точно всегда будут с деньгами. Поэтому вопросы ценообразования целиком и полностью лежат на государственной политике. Если государственная политика будет правильной, в том числе такой, который предлагает фракция КПРФ, тогда да. Тогда мы увидим снижение цен. Если же это будет продолжаться, мы увидим уменьшение производства продукции и, соответственно, повышение цены обязательное. А если вы еще к этому прибавите постоянный рост тарифов, потому что хоть когда-то нужно цену на электричество снижать. Например, это же до абсурда дошло. Тариф на электричество для сельского хозяйства выше, чем тариф для промышленности, для быта и даже для садовых товариществ. Самый высокий тариф в России для сельхозпроизводителей. А после этого вы хотите, чтобы продукция была конкурентоспособна и дешевая. Это невозможно. Самый высокий тариф на солярку, на бензин, то есть цены для нас. Никто не может объяснить, почему в этом году на 30-40% повысились цены на минеральные удобрения, которые производятся в России. Можно еще как-то объяснить, что мы импортные средства защиты растений покупаем, импортные семена. Это еще как-то можно объяснить ростом курса доллара или евро. Но как объяснить, что то, что производится у нас, для нас становится на 40% дороже. А после этого приходит власть и говорит, а вы цену-то на подсолнечное масло не поднимайте. Мы вас будем ай-яй-яй наказывать. Тогда накажите и всех остальных, и себя накажите, потому что налоги-то вы поднимаете. И тарифы в вашем видении. Вот это ай-яй-яй нужно обратить прежде всего к чиновникам. К людям, которые занимаются разработкой экономических законов, по которым мы работаем. Поэтому пока ситуация будет нехорошая, пока мы будем производить мало. Даже если мы много производим, как это случилось в этом году, с зерном, по крайней мере по отчетам. С зерном производили много. Значит, мы из себя полностью обеспечиваем подсолнечным маслом, сахаром, с нашей сахарной свеклы. А в результате цены поднялись. Почему? Неправильная экономическая политика.